Астана Хаб и парк инновационных технологий планируют объединить. Предложение прозвучало в ходе заседания Мажелиса. Первый вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности представит предлагаемые реформы в законопроект о внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования системы господдержки отрасли инновационной деятельности. Изменения коснутся также научного сообщества. Его предлагают интегрировать с реальными секторами экономики через программу «Единое окно», а также поддержать финансово развитие венчурного рынка. Есть определенные меры поддержки, которые есть в Алматинском хабе парка инновационных технологий. И есть инструменты поддержки, которые есть в Астана Хабе. Поэтому за счет консолидации этих активов у нас, во-первых, сократятся административные затраты, дублирующие функции уйдут. Во-вторых, резиденты обоих хабов смогут получать те поддержки, которые есть в этих хабах. И, в-третьих, мы хотим все-таки сделать более понятный, единый бренд для всех наших IT-компаний и стартаперов. Между тем, некоторые мажорусмены раскритиковали деятельность технопарка «Астана Хаб» за непрозрачность. Они получили налоговые льготы. Сколько им бюджеты выделили? Где эти деньги? Сейчас весь Казахстан шумит о том, что некая Перезад Кайрат похитила полтора миллиарда тенге. А здесь сколько миллиардов уходит? Мы до сих пор ждем, что Астана Хаб будет сам себе обеспечивать, возвращаясь к этому вопросу спустя 10 лет. Какая работа проведена, сколько рабочих мест будем проверять. За 5 лет доход «Астана Хаб» составил 864 миллиарда тенге, из которых в бюджет было перечислено более 7 миллиардов тенге. При этом субъектам технопарка предоставлены налоговые льготы на сумму 133 миллиарда тенге. Возможно, некоторые регистрируются, но у нас не работают. Мы будем это проверять. Это нужно отработать. Продолжение следует...